МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пропробная партия препарата от новой коронавирусной инфекции. Первыми прививку получат медики первого касания. Кто последний? Записаться на личный прием к магаданским приставам можно только посредством сервиса «Электронная очередь». Из-за лесных пожаров на территории Магадана введен режим ЧАЭС. Горит 20 гектаров леса. На месте чагов работают группы спасателей из пожарных бригад городского и областного гарнизонов. Всего с огнем борются 114 человек и 25 единиц спецтехники. Кроме того, в тушении пожаров задействован вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра Хабаровского края, который сейчас работает в очаге возгорания. Также дополнительно выделили бульдозеры, чтобы предотвратить подход огня к населенным пунктам. По словам сотрудников МЧС, угрозы жизни населению пожар не несет. Оперативная обстановка сложилась в районе Сокола следующим образом. Вчера около 17.00 получила первичная информация о загорании лесного массива. Выбила оперативная группа главного управления и пожарно-спасательной части номер 21. В ходе проведения разведки был обнаружен природный пожар. В настоящее время природный пожар находится на площади 20 гектаров. Кроме пожара около поселка Сокол, лес сгорел на мысе Нюкля. А также очаг возгорания был зафиксирован в бухте Батарейная. Сегодня пожар на так называемом мысе «Спящая красавица» локализован. А в лесу у побережья пожарные продолжают борьбу с огнем. Принято губернаторам вчера решение. У нас на территории города Магадана действует пожар в районе наших любимых трех братьев. Туда добраться пешим ходом сложно. Это в районе бухты Батарейной. Было принято решение губернаторам вчера привлечь вертолет в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Сегодня он делает облет. И прежде всего он занялся пожаротушением с воздуха, конечно, с Сокола. В район бухты Батарейной вылетают на вертолете спасатели федеральные. Там небольшой пожар, 2 гектара. Но в случае, если ветер будет помогать, этот пожар быстро из 2 гектаров может превратиться в 20 гектаров. По словам экспертов, все три лесных пожара в округах Магадана возникли по вине человека. Это брошенные в походах окурки и не потушенные до конца костры. Виноватого в возникновении одного из лесных очагов нашли. Суд виновному вынес приговор об оплате штрафа в 175 тысяч рублей и 300 часов исправительных работ. Сотрудники спецслужб предупреждают. За обращение с несанкционированным открытым пламенем предусмотрена административная и уголовная ответственность. За последние сутки в регионе выявлено 46 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что интенсивность распространения COVID-19 в Магаданской области составляет около 10% по отношению к предыдущей неделе, специалисты не бьют тревогу. В период возвращения колымчан из отпусков такой скачок был прогнозирован и медики были к нему готовы. Сейчас в госпиталях находится порядка 130 среднетяжелых или тяжелых больных. В остальных случаях граждане получают лечение амбулаторно. Да, действительно, в большинстве случаев коронавирусная инфекция протекает легко. Да, действительно, при коронавирусной инфекции не отмечено ни урежение, ни очищение случаев заболевания или инфицирования у полных, худых, курильщиков, некурильщиков. Но тяжесть протекания, она зависит от преморбидного фона. То есть, конечно, на сегодняшний день восьмая редакция временных методических рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции отличается от первых версий, как небо и земля. На этой неделе в Магадан поступит первый транш вакцины от коронавируса. В первую очередь ее получат медицинские работники первого касания, то есть те, кто тесно взаимодействует с пациентами. К декабрю будет налажен массовый выпуск вакцины с ядром в виде человеческого аденовируса. Пожилые люди для вакцинирования пока не рассматриваются. Возрастное ограничение для использования препарата от 18 до 60 лет. Вакцин много разных. Часть вакцин, они являются ослабленными. То есть, там, где есть живой вирус, он ослаблен специально, чтобы не вызвать заболевания. Часть вакцин являются инактивированными, субъединичными и так далее. А есть отдельно стоящая категория самых современных вакцин. Они сложны в производстве, они сложны в разработке. Это векторные, генно-инженерные, рекоменантные вакцины. За ними наше будущее, потому что в этих вакцинах вообще не содержится возбудителя. Как не содержится возбудителя и в вакцине от гриппа? Сейчас в Магаданской области активно ведется прививочная кампания. Для формирования иммунной прослойки ей должны быть охвачены более 80 тысяч колымчан. В Магадане завершают строительство трехэтажного физкультурно-оздоровительного центра с плавательным бассейном по улице Октябрьской. Сегодня идут отделочные работы внутри здания и завершают отделку фасада. Из основных частей строительства осталось благоустроить близлежащую территорию. До конца сентября подрядчик произведет укладку асфальта, оформит парковочные места и завершит работы по озеленению. По контракту сдать готовый объект должны до 24 ноября 2020 года. Все основные проблемы, которые были, практически все решены. То есть, то оборудование, которого не хватало, уже подъехало. Остались работы такие, которые не должны повлиять на ход завершения работы. Новый комплекс будет состоять из трех основных этажей и одного цокольного. В здании установлены две чаши плавательных бассейнов. Одна для взрослых, вторая для детей и маломобильных групп населения. Заказчиком работ является департамент САТЭК мэрии Магадана. Подрядчиком выступила компания КБК «Соцстрой». Общая стоимость контракта – более 260 миллионов рублей. Средства выделены из областного и городского бюджетов. Спасибо. В скором времени в Магадане приступят к строительству музея колымского быта. Учреждение будет расположено на месте сгоревшего старого краеведческого музея. На площади в 230 квадратных метров будут расположены уникальные экспонаты, отражающие жизнь магаданцев в различные периоды становления Колымы, а также этапы развития местной промышленности. В середине прошлого века в Магадане функционировал деревообрабатывающий комбинат. Основное производство дока состояло из мебельного, сапоговоляльного, сувенирного, прибора ремонтного цехов, а также цеха, выпускающего шерпотреб. Кроме того, были развиты кожевенная и стеклопромышленность. Музей колымского быта объединит уникальные экспонаты, которые до этого не были представлены нигде. А все, мы экспертизу получили. Я сейчас вот закончу здесь организационные вопросы. Мне надо до конца дорешать в Минкультуры, потому что это объект, который денежно будет оплачен Министерством культуры Российской Федерации. Это еще один из подарков, не реализованных, но по разным причинам долго не было экспертизы. Сейчас экспертиза есть, мы должны получить от них деньги и начать стройку. Сбором, компоновкой и подготовкой экспонатов для будущих выставочных залов занимается музейный комплекс города Магадана. И когда будет построено здание, останется их разместить. Студенты получат повышенные стипендии. Глава региона Сергей Носов 28 августа подписал постановление о повышении стипендий для студентов, получающих среднее специальное образование. Также стипендии повысили и учащимся в Северо-Восточном государственном университете. В СВГУ сегодня обучается более 900 студентов. По словам ректора университета Романа Корсуна, практически все получают государственную или социальную стипендию. С 1 сентября 2020 года выплаты увеличили. В этом году, с 1 сентября, нам принято решение о пересмотре размера стипендий, в сторону повышения, поскольку такие возможности у нас есть. В частности, для всех студентов, которые к нам поступили в этом году на первый курс, до первой сессии, стипендия будет составлять 10 200 рублей. Естественно, дальше право на академическую стипендию надо подтверждать успешно с данной сессии. Суммы стипендий составят от 8 500 рублей до 15 300 рублей. Кроме того, первокурсники СВГУ получат единовременную выплату не менее 5000 рублей. Связано это с профилактикой коронавирусной инфекции. На повышенные стипендии для студентов в 2020 году из областного бюджета выделили более 52 миллионов рублей. На 2021 год на эти цели запланировано выделить 187 миллионов рублей. В связи со сложившейся противоэпидемиологической ситуацией записаться на личный прием к руководителям и специалистам управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области возможно только посредством сервиса «Электронная очередь». Он расположен как на официальном сайте ФССП России, так и на сайте регионального управления. «Посредством записи на личный прием можно выбрать как должностное лицо, к которому вы хотите записаться, так и день, и время записаться можно на глубину до 30 дней. Необходимо учесть, что записаться можно только по одному вопросу. Другому лицу передать свое право в этой очереди нельзя. Записывается только конкретная сторона исполнительного производства и указывает, по какому исполнительному производству он приходит». Кроме того, граждане, воспользовавшись вкладками электронного сервиса, могут выяснить наличие или отсутствие задолженностей, а также при необходимости произвести оплату долгов. А в личном кабинете можно онлайн подать заявления, жалобы или обращения. При этом авторизация происходит через портал Госуслуг. Помимо интернет-сервисов можно воспользоваться корреспондентскими ящиками, которые располагаются на входах всех отделений. Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии и привозим в Магадан только самые нужные запчасти. «Тысяча запчастей» в наличии на «Берзина-12». Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. «Мастерок». Магазин правильных решений. Карломаркса, 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт рекламная лавка «Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще масса интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт рекламная лавка «Магадан». Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видео-тест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-40-50. Во вторник 22 сентября в Магадане переменная облачность без осадков. Температура ночью 1-3 градуса выше 0, днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный, юго-западный 1-3 метра в секунду. Влажность составит 63%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет. Гипсокартон и комплектующие. Сухие строительные смеси. Древесно-плитные материалы. Лакокрасочная продукция. Пиломатериалы. Гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем достатку по звонку. Телефон 63-66-92. Редактор субтитров А.Семкин